Дикий холм 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 Здравствуйте, Мухтар. Скажите, пожалуйста, вот вы уникальный человек, вы человек успеха. Вы готовы поделиться со своим успехом? Конечно. Мне всегда приятно, знаете, чем хорошо делиться, почему? Допустим, если у меня было бы одно яблоко, если бы я его вам дал, то я остался бы без яблока, да? А то, что есть в человеке, сколько бы я его не отдавал, оно не только не уменьшается, оно увеличивается. Общаясь, вот даже общаясь с учениками, да, я иногда обнаруживаю, надо же, я этого сам не знал. То есть даже обучая, мы учимся. И тем более делясь, я еще больше приобретаю тем внутренним радостным состоянием, что я кому-то помог, уже я приобрел. Даже говорят, в споре побеждает тот, обычно считают, что вот я, например, переспорил его, да, я доказал свое, на самом деле победил он. Я остался при своем, а он еще приобрел. Он теперь стер то заблуждение и обрел новое. Поэтому победил он, а не я. Поэтому многие, когда спорят, пытаются победить, на самом деле они проигрывают. И здесь, когда я передаю что-то, если я вижу, что человек рад это услышать, записать, применить в жизни, я думаю, как здорово. Не теряя ничего, я человеку дал. Вот это радует. Поэтому я всегда рад делиться. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас в студии замечательный актер и просто прекрасный человек Мухтар Гусенгаджиев. Гусенгаджиев, простите. Я хотела бы, прежде всего, задать вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, о своей семье. О семье? Да. Холост. Но у вас есть дети? Есть. Расскажите, пожалуйста. Дочери, 23 года. Она в Испании со своей мамой. Сын, 14 лет, учится в кадетском корпусе. Уже 4 года в Москве здесь. Остальных детей не помню. Еще бы мне хотелось отметить, что вы были очень убедительны в фильме «Платон» в роли Ахмета. Абдул. Абдул, извините. Мне хотелось бы спросить, вы в дальнейшем собираетесь сниматься в кино? Если приглашают, я не отказываюсь. Понятно. Это в форме заработка. У меня три способа заработка на сегодня. Это провожу семинары, обучаю частные уроки. А второе, вернее, это второе, даже третье. Первое, это я выступаю с тем, с чем я выступаю 19 лет. Пластикотел, у меня есть номер свой, с чем я объездил весь мир. Третье назвали, первое назвали. Второе, это кино. Понятно. Ну и последний вопрос хотелось бы задать. Вы собираетесь ставить какие-нибудь рекорды в ближайшее время? Есть несколько задумок? Есть. Я хочу, знаете, вывих плечевого сустава человек может сделать в жизни раз или два. Я их могу сделать 200 в минуту. Я могу их сделать просто 10, уже будет мировой рекорд. 10 вывихов в минуту не делал еще никто. Никому не ломали плечо 10 раз. Я в ЦИТО, в Центральном институте ортопедии, я доказывал, были консилиумом, профессора, я доказывал, что вывих плечевого сустава не является травмой. Весь мир считает травмой, вся медицина мировая. А я доказал, реально приехал туда, меня пригласили, потому что они читали в прессе, что я говорю, это не травма, а везде считается травмой. Диссертации писали. И они, скажем так, мягко ополчились, думали, разоблачим мы его сейчас. Пригласили, разделили меня до плавок, завели такую барокамеру, отсняли со всех точек, во всех видах вывих плечевого сустава, я им демонстрировал. Измеряли там все-все, и все-таки я доказал, что у меня нормальное строение суставов, а вывих я делаю только благодаря развитию мышц. Я их развивал много лет, я их просто развивал во все стороны так, что если человек будет работать над собой, над своим медикам, у него не будет этой травмой. И у меня в жизни не было травм, и к чему я это говорил, я ушел на рекорд, да? А, вот рекорд, что я могу поставить рекорд, я могу, знаете, как бы, обычно так делают, ставят рекорд минимальный, да? Каждый год или каждый месяц он может приходить туда и добавлять чуть-чуть, и он будет рекордсменным дважды, трижды, поэтому я так не хочу, потому что можно стать пятидесятикратным этим. Это будет неинтересно. Я лучше приду сразу, поставлю двести вывихал в минуту, и пусть в мире кто это попробует. Никогда никто не осмелится перепрыгнуть. И все, зачем каждый раз ездить туда? Время тратить. Слушайте, а как медицина объясняет ваши способности? Есть какой-то? А вот они потом все сидели, да, и сказали, так, нам надо либо менять все учебники, все это, либо надо уничтожить вас. Значит, здесь у нас такое уже перекрестное все. Да, да, да. У нас это соучастие. Это очень здорово, такое редко бывает. Я Панжене, учусь в четвертом классе, мне 10 лет. Я занимаюсь в детской музыкальной школе по классу фортепиано. Учусь, занимаюсь вокалом, восточными танцами. Вы можете показать свои способности перед камерой? Сейчас, конечно, нет. Мне надо тело готовить. Я просто... И переодеваться надо. Переодеваться, все это. Могу показать просто без разминки. Но вот эти пальцы могу коснуть сюда. Это все, что я могу сидя. Просьба не повторять, чтобы не сломать себе руку. Все начали повторять. Просто, когда я сдавал на мастера, там есть такое. Значит, вот это должно быть горизонтально. Руки должны быть горизонтально. Горизонтально. И когда отводишь руки, не вот так отводишь, а вот так. А я мастеру показал, говорю, я могу хуже сделать. Могу вот так сделать и так же отвести. То есть, вот, смотрите. Они не должны вот так уходить. А они должны уходить изначально вот так. Вместе, да? Да. Очень красиво, да. То есть, это не просто упражнение, это еще зарядка, правильно? Я так понимаю, что научившись так делать, люди, наверное, приобретают какие-то качества. Конечно. Это работа с кистью, там есть такие вещи. И ты уже скажи тогда, вот представи его в камеру. Вот она заставила нам показать свое шоу. Молодец, да. Умеешь. Умею. Представи. А случайно. Кто у тебя в гостях? Вот ты как ведущая, допустим, я был гость у вас в студии. Ты можешь сказать, ну, представь, назови просто Мухтар. У нас в гостях сегодня был замечательный человек Мухтар. Мухтар, вот вы, мне интересно, вы такой все-таки неординарный человек с такими возможностями, потому что не у многих такие могут себе такое позволить. Возможности у всех есть. Ну, я... Не использую. Да, не использую. Вот в какой момент к вам пришли вот такое направление мысли, чтобы заняться такими, использовать такие возможности, которые в настоящее время вы открыли, показываете людям? Все очень просто, мне кажется. У меня есть много теорий, как я говорил уже. И вот одна из них о правильном использовании времени. Самое главное для человека всегда задавать себе вопрос. На что я сейчас... Я ко времени отношусь, вот знаете, да, время – деньги. Звучит, да? Банально звучит. На самом деле мы же не отдаем тысячерублевую купюру в магазин. Коробку спичек купили и 970 рублей, там, 80, оставили. Не уходим же, забираем с дачи, либо берем товар. Вот так ко времени я относился всегда. На что я отдаю время? Оно мне даст равнозначное тому, тем двум часам. Если я посмотрю просто какой-то сериал, там, просто там, стрельба, милиция, убийство, ну, два часа я развлеку себя. В результате через два часа я буду в чем-нибудь совершенен, более чем два часа назад. Мухтар будет тот же или уже другой Мухтар, познавший что-то? Нет, значит, я отдаю купюру в время деньги, да? Я отдал два часа, а получил вот. Поэтому я говорю, нет, на это я не отдам два часа. И у меня всегда контроль идет. На что? Как с сейфа деньги вытаскиваешь? На что? И вопрос. На, если я скажу, дом 2 буду смотреть. Если отнимет, обратно положит. Ко времени правильно относиться просто. Каждый отданный час-два день должен нам давать, нам рост должен давать, рост жизни в любом направлении. Нет ничего, я не брезгую ничем. Вот ногами писать. Надо мной смеялись, чудак, глупый. Тебе уже там 30 лет, куда ты там? Зачем тебе это надо, как ребенок, ногой писать? Я говорю, ваша беда в том, что вы утеряли детство. Потому что я приду в гости всегда. Ну поели, все. Мне неинтересно с этими взрослыми. Там водка, там карты. Я раз к детям сразу. И там с ними разминаюсь, дурачусь, мультики им показываю. И они говорят, они считают меня несерьезным. Ты взрослый, должен сидеть. Нет, дело в том, что моя душа, есть такой афоризм. Меня пугает не мой возраст, а возраст моих сверстников. Меня пугает, что неужели я должен быть как они, таким взрослым. По душе мне эти дети, мои ровесники, я с ними там. Поэтому правильно использование времени приводит ко всему. И к молодости, и к гибкости, и ко всему приводит. Мы утеряли детство, нас сразу, мы растем. Это нельзя, это нельзя. Загоняют, и мы становимся слишком серьезными. А я никогда не стеснялся быть ребенком. Я мог, я было вот недавно в столице, канал был. Сидим, все сидят такие серьезные, да? Я сидел, сидел. Правда, я сейчас не размято. Я взял, так, ногу сходу. Я сейчас не размято. Ну, или вот так, возьмем. Вот так, сел, так. Ты че делаешь? А что здесь такого? Я не уезжаю никому, и раз, так. Я обнял ногу, говорю, там, бля, я забыла. То есть, вот эти барьеры ставят. Мы взрослые. Есть вещи, которые нельзя, ты взрослый. А я вот всегда вот так отношусь. И просто правильно использую время. Такой вот очень галантный мужчина. Старающийся. Да, вот если бы можно было как-то поделиться с ней. Как он заключается. Вы стараетесь, знаете, работать. А это изнутри зависит. Когда ты, вот знаете, раньше, где 10-15 назад, я мог злиться или нервничать к какому-то поводу. Сейчас с улыбкой это проходит, не у меня эта проблема. Я просто улыбаюсь, потому что надо уметь воспринимать мир, что есть и черное. А если будет встречаться черное, и ты на черное злишься, а белое не улыбаюсь, получается, ты не воспринимаешь мир как есть. Существует и черное. И оно существует по определенным причинам. Поэтому хотеть заменить мир нельзя. Я просто улыбаюсь на черное тоже и на белое. Поэтому вот если человек... Знаете, когда осел легнул человека, он не оскорбляется, да? А если ударил человека, он оскорбляется. Хотя осел больнее ударил. Он же понимает, что это осел. Ну, ему разница, хоть сын короля, хоть дворник. Он ударит одинаково. И мы изначально, зная это, не злимся. А вот ударит человек, мы предполагаем в нем интеллект, поэтому, думая, он ударил специально мне оскорбить. Поэтому я воспринимаю так. Если человек такой грубый, нетесанный, меня там пытается оскорбить, я просто понимаю, что у меня легнул осел, поэтому как на него злиться? Он не виноват. Конечно. И спокойно. Хорошо, и тебе камеру представить. Гостя, гостя представить. Что ты у него взял интервью или такого. Ага. Ну, сейчас мы прослушали интервью. Университет, пара, гостина Аджима. Аджим. Аджима, извините. Я сам недавно выучился. Да, да, да. Все сложно. Это место называют Дикий холк, Как невеста жили ангелы на нем, Прилетают в белокрылые часы Из далекой, из бескрайней высоты. И ворвуют, и смеют, и поют, Только сутки на земляне живут. Я не знаю, чем им дорог этот холк, Ожидают их совершенствия с ружьем. Охота на ангелов, грех и печаль, Охота на ангелов, святого не жаль. На диком холоме я верил в сон, На диком холоме дикий такон. Я увидел, ошарашен был и зол, Как посмели вытворять здесь произвол. Это чудо из бескрайних сфер небес, А мне сказали, ты чужой здесь, стой, не лезь. Это наши несовершенные дела, Это сон, что спокойно умерла, Это небо перевернутое вспять, Это вера вдруг воскресшая опять. Охота на ангелов, смех и печаль, Охота на ангелов, ничего не жаль. На диком холоме я верил в сон, На диком холоме дикий такон. Субтитры создавал DimaTorzok